В Алматы лжетеррорист сегодня заминировал свыше трех десятков школ. Злоумышленник написал на почту учебных заведений сообщения и потребовал деньги, а в противном случае пригрозил все взорвать. Во все учебные заведения сразу же были стянуты экстренные службы города и саперы, а периметры отцеплены. За операцией по поиску взрывного устройства, которое длилось несколько часов, на месте событий следила Дана Килибаева. Это одна из школ, которую заминировал злоумышленник. Есть ли внутри бомба, в точности никто не знает. Вся территория отцеплена, в здании работают саперы. Примерно с таких тревожных сообщений началось сегодня утро в Алматы. Перед тем, как саперы с собаками приступили к работе, правоохранители провели полную эвакуацию в школах и прилегающих к ним зданиях. Вы работаете в школе? Нет, я вот в соседнем здании работаю. И кто вам сообщил вообще о том, что нужно выйти? Участковый, вот я шел по тротуару, здесь участкового остановил, говорит, сейчас нельзя, здесь вот проверяют. Но причину не сказали? Ну сказали, заложили бомбу. Приедут минеры, саперы будут искать. Изначально появилась информация, что лжетеррорист сообщил о 12 школах. Но спустя несколько часов в департаменте полиции сообщили о якобы заминированных 34 учебных заведениях. Проверять пришлось все объекты. В итоге ничего не нашли. Подозреваемого объявили в розыск. Они обязательно установят его личность и привлекут к уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан, которая предусматривает за указанное преступление лишение свободы как минимум сроком на 6 лет. Похожий инцидент произошел чуть больше месяца назад в Ак-Тубе. Неизвестный заминировал здание юридического института, где обучаются будущие полицейские. Но перед тем прислали сообщение на электронную почту. Правоохранителям пришлось эвакуировать 500 человек. Тогда злоумышленники потребовали перевести на карту российского банка почти полтора миллиона рублей. В итоге бомбу так и не нашли. Впрочем, как и лже террористов.